На 777 пригодим всем. Вы думаете, действительно ли уже есть хотя бы вот это понимание, будет ли оно укрепляться, и есть ли и будет нарастать решимость действительно действовать, а не опасаться каких-то ответных ударов или ядерных угроз Российской Федерации, или пока еще рано говорить о такой стадии? Нет, вы знаете, я не думаю, что ваши западные партнеры что-то недопонимали, потому что, опять же, когда идет разговор о руководстве западных стран, о руководстве западных спецслужб, о руководстве западных министерств обороны, о политических партиях, о политическом руководстве военным и так далее, все все прекрасно понимали. Другое дело, что есть слабость у демократии, Путин это прекрасно знает, и Си Цзиньпинь это прекрасно знает, и Ким Чен Ын это прекрасно знает, все диктаторы всего мира понимают, что демократия – это дискуссия, и демократия – это принятие решений не одним человеком, а это принятие решений коллегиально и с учетом мнений политических партий, как правящих, так и оппозиционных, общественного мнения и так далее. И в этом смысле запад слабее любой диктатуры, потому что в диктатуре один человек, я не знаю, асад какой-нибудь там садится, принимает решение, и все, его начинает немедленно исполнять, никто его не критикует и так далее. В западном мире устроено все по-другому, постоянно все дискутируется, постоянно все обсуждается, все зыбко, и вот это не потому, что они не понимают это, а потому что просто есть противоречивые конкурентные точки зрения, конкурентные политические позиции, и в результате этой демократической борьбы между конкурирующими политическими силами возникают проволочки, возникают сомнения, возникают затяжки и так далее. Конечно, там у диктаторов все по-другому, но у диктаторов зато, даже тогда, когда, так сказать, они единолично что-то принимают, какое-то решение, у них все равно есть тоже своя оппозиция, это мы видели с Пригожиным, когда Пригожин пошел практически сначала против военного руководства в течение 10 месяцев, а потом закончил тем, что устроил просто военный мятеж против Путина, что бы там нам ни рассказывали, потому что Пригожин шел на Москву и шел, в общем, выяснять отношения с Путиным. И поэтому так и закончил, как закончил. И Геркина посадили, потому что он критиковал Путина, и все оппозиционеры политические в Российской Федерации сидят, потому что они критикуют Путина. Но другое дело, что, значит, кого-то Путин выдает за уголовников типа Навального, что он говорит, что Навальный сидит не по политическим мотивам, просто потому что его якобы предприятия, его сотрудники, члены семьи, кого-то там ограбили, обманули, украли какие-то деньги и так далее. То есть это нормальная вещь. И, к сожалению, конечно, нормальная вещь в смысле для функционирования демократии. Но тогда, когда у вас идет война, когда у вас убивают людей, когда вам на голову падают каждый день ракеты и дроны, когда у вас уничтожается ваша территория, когда у вас уничтожаются ваши заводы, фабрики, дороги, и главное, что прежде всего все-таки уничтожаются инфраструктуру и люди, 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 то любые проволочки, абсолютно нормальные в демократическом обществе, они воспринимаются, конечно, чрезвычайно болезненно. Я так думаю, что постепенно сознание идет, но одновременно идет, к сожалению, и ситуация, когда люди устают от войны. У вас уже устают люди от войны, несмотря на то, что вы защищаете свою территорию. Вроде бы казалось бы, как можно устать, пока ваша территория находится под агрессией и под оккупацией российской. Ну а на Западе, тем более, вы понимаете, что Америка все-таки это далеко, это за океаном, там люди не ощущают остро эту опасность. Острее ее начинают чувствовать все-таки в Европе, на европейском континенте, потому что понимают, что вот сейчас вы боретесь с Путиным, вот поляки это прекрасно поняли, да, вот все люди там, прибалты это прекрасно поняли, потому что они знают, что вот граница по ту сторону, вот Россия по ту сторону, и если, так сказать, Украина проиграет, то следующими будут они, и поэтому в этом смысле у них сомнений никакого нет. Ну а дальше есть еще экономические интересы, вот это мы видим сейчас на вашей границе, там история с продовольствием, с грузовиками и так далее, да, потому что все-таки экономика, ну скажем так, война войной, а экономика экономикой, и поляки, которые приняли огромное число беженцев, которые вам оказывают совершенно неимоверную помощь и военную, политическую, дипломатическую и финансовую и так далее, но у них есть свои лобби, у них есть все-таки свои, там, я не знаю, там, фермеры, свои какие-то транспортные предприятия, которые не выдерживают конкуренции с Украиной и могут на определенном этапе, так сказать, эгоистические свои интересы выдвигать на первый план. Вот, ну я думаю, что это должно учитываться, безусловно, вашим руководствами учитывается, дипломатами вашими учитывается, и, ну, максимум того, что можно сделать, чтобы сгладить эти противоречия, и самое главное, что их не стоит раздувать, и тем более раздувать какие-то противоречия внутри Украины, вот все эти разговоры, там, про какие-то выборы во время войны, там, и так далее, никогда нельзя забывать, в том числе в Украине, что у вас есть один единственный противник и враг, это Российская Федерация и с ее армией, и пока эта Российская Федерация находится на вашей территории, у вас государство должно быть единое, общество должно быть единое, будете выяснять отношения свои после того, как победить. Да, однозначно, это успеется, все под контролем, держим, обещают мне и наши депутаты, и власть, что работают и над разрешением ситуации, так сказать, не очень приятной, но, тем не менее, на польско-украинской границе, и ничего не раздуваем, просто всегда есть какие-то нюансы, их можно решить, в частности, и переговорами, и дипломатией с адекватными соседями, и партнерами, и друзьями, ну, и внутри мы все риски учитываем, разобраться всегда успеем после победы. Путин достал то, что он любит доставать из своих нешироких узких штанишек, это даже не ядерные побрякушки, а разговор о переговорах, которые так ему нужны, по всей видимости, уже далеко не первый месяц, да и не первый год, и вот он говорит, что это я вот против и весь киевский террористический режим, а Россия всегда с детства за переговоры вообще была, и это просто мы не хотим, и, конечно же, наши западные спонсоры и руководители, а мы ж марионетки там у них. Насколько сильно ему сейчас действительно нужны переговоры? Конечно, нужны ему переговоры, конечно, нужно ему перемирие, потому что при всем надувании щек и при всем разговоре о том, что в Российской Федерации она может легко выдерживать эту войну, на самом деле это не так, санкции работают, западные санкции работают, да, они несовершенны, да, можно было бы гораздо больше, да, можно было бы задушить этот режим гораздо больше, да, запад вам не передает оружие, то, которое нужно было передавать, да, если бы запад вам передал по-настоящему серьезное оружие, эта война давным-давно бы уже закончилась с вашей победой, вот, но при всем при том Российская Федерация, безусловно, испытывает трудности, у нее есть трудности с мобилизацией, у нее есть трудности с набором идиотов, которые готовы идти убивать себя и убивать других за какие-то там, за какое-то бабло, вот, потому что за Путина, за родину за Путина никто там не воюет, там воюет, в общем, за бабло или по принуждению, вот, но есть люди, которых довольно все-таки много, которые туда все-таки идут, вот, есть даже люди, мы знаем, что даже вот эта история с выплатой каких-то военных денег, компенсацией даже оживила какие-то очень слабые регионы, где раньше была жуткая совершенно безработица, сейчас туда пришли деньги, ну, мы знаем, что вот мы это видели, россияне предпочитают получить деньги вместо мертвого папы, вместо мертвого сына, вместо мертвого, значит, там, внука, брата, мужа и так далее, вот, это показатель, кстати, больной страны, но Российская Федерация больная страна, это давным-давно доказано, вот, и это я говорю как бывший россиянин, который оттуда сбежал в 2001 году, потому что мне-то это было понятно уже 20 лет тому назад, больше 20 лет тому назад, вот, ужасно то, что другим россиянам это непонятно, даже сейчас есть какие-то россияне, которые даже сейчас еще говорят, что о какой-то справедливой борьбе, о какой-то справедливой войне, о какой-то бедной несчастной жертве Российской Федерации, это все, конечно, разговоры ни о чем. Крымский мост на Бису, он обречен, служба безопасности Украины не повторяется, ждите будет, об этом и не только, а вышел такой 50-минутный фильм с напоминанием о двух успешных прилетах по незаконной лишней конструкции Керченскому мосту, там и Василий Малюк в полной красоте, и все остальные наши спецслужбисты. Как вы думаете, Сергей, когда выходят вот такие фильмы, это напоминание, анонс, что должны здесь увидеть и в мире, и в Кремле, насколько сильно боятся, когда видят, как такие операции проворачиваются нашими спецслужбами, которым, наверное, уже никто не счита в мире? Ну, это гибридная война, да, это война пропаганды, это война, так сказать, информации с другой стороны, и таким образом это воздействие на умы россиян, которые на это дело смотрят. Вот, единственное, что я этот сам фильм не смотрел, поэтому я не знаю до конца всех деталей, как это было рассказано. Вот, я всегда, когда заходит разговор об этом мосту, я всегда напоминаю, что его вот это первое нападение, кстати, россияне это классифицировали как теракт, это неправильно, это диверсия, это военная диверсия, то есть в рамках войны каждый из воинских сторон он может проводить такие, значит, активные мероприятия, которые называются диверсиями. Вот, то есть это совсем не теракт. И он был произведен 8 октября 1922 года, на следующий день, кстати, после дня рождения Путина, там чуть-чуть не совпало, вот это, так сказать, мы, нам жалко, да, что это был подарок, ну, Путин понял, что ему подарок на день рождения, ну, вот, правда, ответка была, конечно, жестокая, потому что тогда он назначил Суровикина начальником СВО, и с понедельника, какой там был, 10 октября, начались массовые атаки, ракетные, ракетные, дроновские атаки по инфраструктуре, критически важной для Украины. Вот, ну, Украина пережила это дело, так сказать, ей, кстати, страны, которые входят в коалицию, которые поддерживают Украину, помогли, в том числе и технически, вот, я знаю, там, французская, допустим, электрическая компания вам помогала восстанавливать вашу, вашей подстанции, вашу энергетику, для того, чтобы она продолжала вас обогревать во время, во время зимы. Вот, слава богу, зима, кстати, была не очень, не очень холодная, вот, и украинцы быстро-быстро привыкли жить с, значит, с этими самыми, с, как называть, с дизелями, да, которые там светлые обогревают, с генераторами, да. Вот, ну, это не самое приятное занятие, да, и шум, и загрязнение воздуха там и так далее, но, тем не менее, вас это не сломило, и украинцы не сломались, хотя это было не так просто. Вот, я не очень, скажу вам честно, все-таки, как бывший старший офицер службы по нелегальной разведке КГБ и СВР России, я не очень люблю, когда сами службы чего-то там рассказывают. Да, это вот вообще во всяких этих спецслужбистских делах и шпионских делах обычно рассказывают бывшие шпионы, вот вроде меня. Вот я, как бывший шпион, могу рассказывать все, что угодно, потому что я там уже не работаю 30 лет, не службу 30 лет, и поэтому, типа, я мемуары рассказываю. Вот, а когда действующие спецслужбы выходят в публичное пространство, это не всегда является хорошим показателем, потому что в спецслужбах обычно все-таки это невидимый фронт, и он такой типий фронт, о нем не стоит очень много рассказывать. Вот, ну, хотя надо, я так понимаю, что это такой троллинг Кремля, иронический, саркастический. Вот, значит, ну, типа, вот, смотрите, как, ну, вы нас сказали, что это мы сделали, ну, мы скажем, что давайте мы это сделали. Значит, вот у нас получается, значит, что украинские спецслужбы, это самые сильные спецслужбы сейчас в мире. Вот, но я предпочитаю, когда спецслужбы что-то делают и не признаются в том, что они это делают. Это обычная практика для спецслужб. Сергей, вы как будто бы сняли прям как настоящий разведчик, пусть уже и в прошлом, с моей головы следующий вопрос. Я вас хотела спросить, что это вообще заявление, на кого и на что оно нацелено, и почему именно сейчас? Я думаю, что вы догадались тоже. Я сейчас о целой такой программной, аналитической статье главы нашей службы внешней разведки Александра Литвиненко для нашего украинского издания. Вот он пишет, говорит им о том, что цели Путина неизменны, а то, что есть четыре ключевых задачи, это и разжигание внутри конфликтов Украины, понятно, продолжение войны, нигде он не останавливается, не собирается, что 10-15 лет еще могут длиться войны, и Путин готов развязывать их также и на Ближнем Востоке, подогревать другие очки конфликтов, и готов идти также на страны Латвии, Балтии в целом, на Балканы, и не только лишь. Скажите, пожалуйста, насколько это такое неожиданное явление, публикация таких материалов, и какова их основная цель? Это не то, что неожиданное явление, и это, скажем так, не совсем обычное явление для спецслужб, потому что все-таки спецслужбы работают в тишине и в секретии, но это не такое уж из-за ряда вон выходящее, потому что, я уже, кстати, рассказывал об этом, но повторюсь, известны самые главные спецслужбы, то есть американское центральное разведывательное управление, то есть их внешняя разведка, уже давным-давно, уже много десятилетий, даже уже десятилетий, то есть это больше там, по крайней мере, 20 лет, публикуют аналитические доклады, которые предназначены как раз для широкой публики. То есть понятно, что там не рассказывается все секреты, которые известны ЦРУ, все секреты, которые известны американским шпионам, и вообще американскому разведывательному сообществу, которое, кстати, состоит из 17 ведомств. ЦРУ – это только одно из 17 министерств и ведомств, которые занимаются разведкой в Соединенных Штатах Америки. И эти доклады востребованы, они даже публикуют это в виде книжек, и там есть такой прогноз, они, кстати, публикуют каждый год, по-моему, вышел прогноз на 2024 год, такой геополитической расклады в мире. Так что это, на самом деле, такая нормальная практика. И вот эта статья пана Литвиненко – это, конечно, статья, которая, с моей точки зрения, направлена прежде всего на западных партнеров украинских, на западный мир, потому что когда начальник разведки подписывает какую-то статью, естественно, это не остается без внимания, это перепечатывают мировые средства массовой информации, ее переводят на иностранные языки, на разные, ее обсуждают, повышается уровень ее распространения, по сравнению с тем, что если бы это сказал просто какой-то эксперт или даже просто какой-то из советников президента Зеленского. Я думаю, что это, скорее всего, это, но одновременно это еще и гибридная война, одновременно это все-таки участие в той же самой пропагандистской работе, в информационной работе, потому что это работает и на Украину, потому что Украина таким образом внутри вашего общества тоже, так сказать, дается какой-то системный подход к тому, где находится Украина, где находится Россия, каковы цели России, чтобы повышалась видимость, отодвигались какие-то горизонты, и чтобы было понятнее, о чем идет сейчас речь, на каком уровне, на каком этапе находится эта война. И это работает, кстати, и на Российскую Федерацию, потому что в России тоже эти статьи читают, но я не скажу, что считают там все обыватели российские, но по крайней мере экспертное сообщество ее читает, безусловно, и все ответственные линии лица, и военные, и политические, и спецслужбисты, все, конечно, читают это дело, и таким образом видят, видят, как официально Украина классифицирует то, что делает Российская Федерация. И в этом смысле это, конечно, полезная вещь, хотя, опять же, я повторюсь, я бы предпочел, чтобы ваши разведчики и Кирилла Буданов, и Пан Литвиненко занимались больше секретной деятельностью по информированию вашего военного и политического руководства о тех угрозах, о информации, которая у них есть. Сергей Жирнов, друзья, экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки, был со мной Ириной Узновой. Политтехнолог Аббас Галямов. Аббас, здравствуйте. Здравствуйте. Если говорить о границах НАТО и о том, что Путин и Кремль начали эту войну, или, как они говорят, специальную военную операцию против того, чтобы НАТО наступало. Но здесь Калининград, казалось бы, Калининград окружен полностью НАТО, и вот-вот НАТО зайдет в Калининград, и тут официальная информация, ну, почти официально, да, Москва Таймс передает, что установки С-400 перебрасывают с Калининграда в Украину, потому что в Украине не хватает ПВО, а вот Калининград, который окружил НАТО, там не нужно оружие. Ну, да, это, конечно, они сами себя высекли. Ну, Игорь, это не официальная информация, это информация английской разведки, которой официально, в том числе и Москва Таймс, да. Значит, понятно, что российские власти официально такого никогда не подтвердят, потому что, ну, это реально себя высечь, да, потому что, ну, вот, одно дело слова, да, другое дело дела. Мы чему верим? Делам ведь, а не словам. На словах они там страшно боятся НАТО, они говорят, это агрессивный блок, значит, не допустим его приближения к нашим границам, вот, а на деле что делают? Калининградская область окружена странами НАТО с этих сторон, уже готовыми странами НАТО, не Украина, которая только собиралась еще, неизвестно, когда вступила, да, в НАТО, вот, а это уже все, все вокруг НАТО, да, и вот оттуда, где НАТО, так сказать, уже вот на подходе, они снимают эти комплексы ПВО и перекидывают их в Украину, где НАТО еще нет. Вот. То есть, очевидно совершенно, что вот на словах они там боятся НАТО, а на деле нет. То есть, они понимают, что НАТО не нападет, поэтому, когда они говорят, что это агрессивный блок НАТО, это чушь собачья, которую они скармливают населению, но сами в это не верят. Да, потому что, ну, как это получается, это наша исконная территория, и мы прекращаем ее оборонять, да, бросаем, по сути, на произвол судьбы, если НАТО опасная, да, бросаем на произвол судьбы, да, для того, чтобы захватить новые территории, которые пока еще не наши. Да, то есть, это вот прям, получается, ровно обратно, чем пелось в их патриотической песне, так сказать, получается, что своей земли мы не хотим ни пяди, но и чужой вершка не отдадим. Вот, это же глупость, да, поэтому понятно, что реальная мотивация связана с тем, что они понимают, что НАТО не нападет ни на какой калининград, что НАТО вообще ни на кого не нападает, да, поэтому никакой это не агрессивный блок. Ну, то есть, вот они сами продемонстрировали свое реальное отношение с НАТО. Не боятся они НАТО, им Украину надо победить, Украину надо захватить. Вот, вот в чем их интерес. Вот они его и обеспечивают, в том числе и оголяя фланги там, где НАТО уже как-то близко на границе стоит. Да, вот так. А если вот говорить о выборах 17 марта, президента Российской Федерации и даже аналитики Института изучения войны, вот они говорят, что после выборов Путин будет готов сделать полную мобилизацию. У меня к вам вопрос, а что выгоднее Кремлю? Вот сделать большую мобилизацию, пойти на фронт и пытаться побеждать, или все-таки Путину и Кремлю лучше все-таки постоянно держать в напряжении фронт, говорить своему населению, что вот НАТО, все другие против нас, а мы отчаянно не воюем, защищаемся и дальше держать эту войну, не продвигаясь. Что лучше Кремлю? Игорь, на самом деле никто не знает, что лучше Кремлю. Кремль сам спорит. Вот этот спор между эскалационистами, сторонниками эскалации и сторонниками деэскалации, ну вот такого ограниченного варианта СВО, он как раз об этом и идет. Патрушев, Сечиным и те, кто вокруг них группируются, они, так сказать, призывают паркору, в том числе и к мобилизации, а противоположный лагерь делает ставку на то, что необязательно там загнать, значит, кучу народа на фронт, необязательно вот эти мясные штурмы, там идти брать Тиев, да, давайте истощим Украину, видите, Запад уже устал, значит, Украина без западного оружия уже, значит, не та, вот, вынудим их сесть за стол переговоров, дальше будем торговаться, то есть вот они, они сторонники второго лагеря, деэскалационисты, они, так сказать, готовы к каким-то компромиссам, вот, а те считают, что нет, надо давить, крушить, так сказать, да, благо не они же сами, так сказать, давят и крушат, да, вот, отправляют граждан, рядовые, ну вот, и какой вариант, в конце концов, более выгоден, не знает кто, никто, и Путин тоже не знает, видите, он не занял однозначно позиции сторонников лагеря, значит, эскалации, ну, то есть на их сторону он не перешел, он, значит, колеблется, мобилизацию он пока не объявил, то есть все было готово, было видно, что Путин в целом не против, потому что он дал отмашку государственной думе, как минимум, принимать эти законы под мобилизацию, напомню, что закон об электронной повестке принимался, значит, за три чтения за один день депутаты законопроект даже почитать не успели, то есть Путин, ну, то есть такие вещи не происходят без личной команды Путина, да, Володин не будет по команде Кириенко там три чтения в один день прогонять, это лично Путин такие вещи делает, то есть это напрягная система, вот, и поэтому, видите, он вроде бы был готов, но тем не менее, до сих пор мобилизации нет, выборы до сих пор не отменены, да, он колеблется, он не пошел по пути, который предлагал Кириенко 4 ноября, не анонсировал в своем выдвижении, но тем не менее, формальная подготовка к выборам продолжается. Вице-премьер России Голикова написала следующее, что в российских школах хотят приглашать мигрантов, сейчас в российских образованиях не хватает более 11 тысяч учителей, такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова в прошлом учебном году в российских школах по официальным данным не хватало 22 тысячи педагогов. В российских регионах чиновники призывают приглашать на должность учителей мигрантов из соседних республик. И следующий, я так понимаю, это ее подчиненный Кравцов говорит, что российских учителей будут отправлять работать в Таджикистан. Объясните мне, как это так? Я понимаю, если это было бы оппозиция, ну, в России такого, может, сложно об этом говорить, но оппозиция и власть, но это власть-власть, и они говорят, давай сюда, учителей, а другие, нет, давай сюда, учителей. Ну, да, Кравцов это прямой подчиненный Голиковой. Голикова вице-премьер, который курирует в том числе образование просвещения. Кравцов министр просвещения. Вот, и то, что они говорят взаимоисключающие вещи, ну, над этим, конечно, можно было бы просто посмеяться, так сказать, покрутив пальцем у виска, потому что, конечно, ну, это были, как вопиющий непрофессионализм, как полное отсутствие какой-либо стратегии, как, знаете, вот, ну, правая рука не знает, что делает левая, да, ну, то есть между собой не могут договориться, да, вот, люди, которые управляют государственной политикой в столь важной, в столь деликатной сфере, как образование. Но, на самом деле, вопрос даже не в этом, а вот такие вещи возникают, потому что, ну, вот, приоритеты, строго говоря, ну, то есть, смотрите, есть стратегические приоритеты отрасли, да, и, безусловно, у системы образования приоритетом является ситуация в школах, в вузах, вообще в системе образования России, страны, ну, то есть, это отрасль, ориентированная на внутрь, так сказать, на саму себя, но при этом в стране есть политический императив, который направлен вовне, на экспансию вовне, да, и этот императив доминирует над всем чиновничьим классом, и задачи внешней экспансии оказываются более важными по сравнению с теми задачами, которые вроде бы должны, призваны вот эти государственные институты решать, то есть, это еще одно доказательство того, что государственные институты это, ну, по сути, фикция, да, они, вот, те задачи, решения которых они формально существуют, они для них сильно вторичны по отношению к тем задачам, которые они в реальности решают, в реальности они все инструменты агрессивной внешней политики путинской, да, и все понимают, что доплевать, что своих, ну, там, в системе, плевать, что в наших школах не хватает учителей, а мы оттуда их заберем еще и отправим там в Таджикистан, потому что у нас там русский мир, задача вот экспансии, так сказать, вовне, да, внести русскую культуру, значит, ее свет там окружающему миру, вот, мир там, так сказать, без этого вот зачахнет, то есть, это вот такое прям вот яркое, вопиющее доказательство того, что все государство занимается вот не тем, чем, строго говоря, должно заниматься, а занимается вот реализацией агрессивного, имперского, по сути, внешнеполитического курса, который вот сочинил Путин, то есть, обслуживает, по сути, амбиции Путина. вот тут, Игорь, я хочу, значит, важную вещь отметить, я, в принципе, и до этого уже об этом говорил, что, значит, это путинский курс, то есть, вот такого, значит, то есть, понятно, что с помощью пропаганды, с помощью репрессий, когда все, кто недовольны, значит, затыкают рты, потому что не хотят сидеть в тюрьме, значит, он навязывает этот курс обществу, и какое-то количество людей, конечно же, на все это реагирует и отвлекается, безусловно, вот, но это все поддерживается искусственно, в 90-е годы, когда никто специально вот этим не занимался, Россия занималась спокойно, значит, сама собой, получалось плохо, но во мне она, в общем-то, не лезла, да, несмотря, допустим, на все потуги Лужкова консолидировать этот внешнеполитический все те инкульсы, которые с советских времен там где-то вроде как бы остались, да, вот их консолидировать, вот, Лужков пытался это сделать, он пытался таким образом стать федеральным политиком, то есть, вот, с уровня мэра Москвы вырасти на федеральный уровень, да, и вот он там в Севастополе русский город, да, вот он эту тему качал, но никакого отклика со стороны общества он не находил, Жириновский эту тему активно пытался качать, он все равно оставался маргиналом, значит, ну, там, набирал он там 10-12%, один раз в 93-м году, но это было чисто, набрал больше, да, больше 20%, но это было один раз, это было шок, это было чисто протестное голосование, связанное с шоком, который вызвал расстрел парламента, события октября 93-го года, вот, а после этого на всех последующих выборах Жириновский со всем вот этим моим имперским дискурсом был маргиналом, значит, Левада-центр на протяжении уже более чем 20 лет время от времени спрашивает россиян, задает им один вопрос с периодичностью там, допустим, раз в два, иногда в три года, вопрос такой, какой вы видите будущее в России, какой бы вы хотели видеть Россию, один вариант, это страна, сильная страна, которую уважают и даже побаиваются другие страны мира, ну, такой вот имперский вариант, да, его назовем, и второй вариант, страну с высоким уровнем жизни, пусть даже не одной из самых сильных стран мира, заострили они этот тезис, да, назовем это антиимперский вариант, как нормальное государство нацелено на саму себя, обеспечивает рост уровня жизни, а не пугает окружающих, так вот, за всю историю наблюдения, повторюсь, этот вопрос задавался уже более 20 лет, ни разу не было, чтобы число вот этих сторонников первого варианта имперского превысило число сторонников второго варианта, только один раз они сравнялись, это было вот в эльваторе этих событий в Крыму 2014 года, по-моему, когда с весной или в начале лета 2014 года, да, число сторонников первого варианта, вот этого имперского, оно поднялось, достигло уровня, они примерно набрали по 44-45% в каждом варианте, вот, второй антиимперский вариант, а во всех остальных ситуациях антиимперский вариант набирал больше, значит, причем в последние годы постоянно снижался, вот число сторонников первого варианта постоянно снижалось, число сторонников второго постоянно росло, и в сентябре 21-го года, получается, то есть за полгода до начала войны, значит, число людей, которые выступают за имперский вариант упало до исторического минимума 32%, то есть треть, число людей, которые выступают за антиимперский вариант, они подписываются под тем, что пусть даже не одно из самых сильных стран мира, то есть прямо расписывается, что не это для нас важно, число этих людей достигло 66, то есть ровно две трети, поэтому это в условиях повторюсь, когда вот этот имперский дискурс великая Россия, Россия встала с колен, он навязывается не только силами пропаганды, в которой убухиваются огромные деньги, но и еще более важными силами репрессивного аппарата, когда сторонники противоположной точки зрения повторюсь, но их либо в тюрьме, либо они за границу убегают, но в общем в любом случае маргинализуют поэтому это такой курс навязываемый российскому обществу, как только я вас уверяю, как только сменится режим, значит, как только Путина не будет, как только Россия перестанет быть репрессивным государством, я не говорю даже, что она должна стать полноценной идеальной демократии, даже до этого, вот как только люди почувствуют, что ну там страх сесть в тюрьму не так велик уже, что все, Путин ушел, резко страна повернется назад, повернется спиной к окружающему миру, то есть не будет ей делать до того, что в мире происходит, а россиян перекормили этим. Может быть помните фильм Афония, когда там в какой-то момент вот этот активист, так сказать, Леонов спрашивает этого унылого Афония, Афония, ты слышал, что там ООН по Гондурасу решил, и такой равнодушный, абсолютно охорен голос, кто он. Вот россияне туда повернутся. Но пока, конечно, госаппарат, вот ваш пример с Голиковой и Красовым, они, конечно, все, забыв про страну, наплевав на ее собственные потребности, пытаются бежать впереди паровоза, обеспечивая культурную экспансию. Аббас, вот вы говорите о смене режима, ну а как вы считаете, как это, мы с вами об этом неоднократно говорили, но все же, что мы можем видеть под понятием смены режима? Это уход Путина, это уход Путина и окружения. Может быть, в окружении Путина есть люди, которые готовы, придя к власти, что-то менять, потому что мы понимаем, что смена режима в условиях, которые сейчас есть в Кремле, но это, мне кажется, очень и очень сложно. Да, штука, конечно, сложная. Режим крайне агрессивный, жесткий, репрессивный, даже своих, вот те, кто для него, так сказать, крайне близкий, очень много сделали, если что-то не так, он расправляется с ними жестко, как вот история с Пригожиным это говорит, ведь мало кто сделал для Путина столько, сколько Пригожин, за предыдущий год, где-то, вот с осени прошлого года, когда российская армия терпела поражение, во многом российская военная машина выехала за счет Пригожина. И Пригожин, повторюсь, не бунтовал против Путина, в принципе, он не призывал к свержению Путина, он всего лишь пытался изменить поведение государственной машины, пытался сделать ее более эффективной, но поскольку он стал действовать, выйдя из-под прямого, так сказать, ну, то есть перестал служиться Путина, стал действовать там самостоятельно, повторюсь, не собираясь свергать Путина, Путин его убил, вот, поэтому, конечно, когда вот ты на все это смотришь, ну, кажется, что это навсегда, на самом деле, конечно, нет, в преддверии любой революции кажется, что это навсегда, Чуушеску в начале декабря 1980 года казалось, что был навсегда, ну, во всяком случае, там, за два-три месяца до свержения, вот, там, может быть, в начале декабря уже начинались события в Тимишааре, да, но, опять же, не было никаких сомнений в том, что он их подарит, а за месяц до этого вообще крепко сидел, вот, или там, Россию в 2017 году, напомню, что в январе 2017-го Ленин говорил, что мы, старые большевики, не доживем до грядущих битв, ой, до основных битв грядущей революции, вот, Милюков в своих воспоминаниях писал, что левые партии, собравшись на совещание в январе 2017-го года, постановили, что, значит, режим, наша ставка на, там, то, что режим рухнет в результате, вот, так сказать, непопулярности войны, себя не оправдало, и надо переходить к борьбе, так сказать, в долгую, через месяц режим рухнул, вот, поэтому, так всегда бывает, как говорят, ночь темнее всего перед рассветом, но, тем не менее, Путин, конечно, не надо впадать в иллюзии, так сказать, Путин пока еще более-менее не контролирует поляну, но по сравнению с тем, как он ее контролировал полтора года назад, это, конечно, небо и земля, вот, расстояние между ним и всем остальным, всеми остальными элитами очень сильно сократилось, если раньше он был просто, знаете, там, много световых лет будешь до него лететь, не долетишь, да, насколько он высок был по сравнению со всеми остальными, то теперь это вполне себе земное такое расстояние, ну, вот, можно пешком дойти. А, значит, да. Смотрите, как это, скорее всего, произойдет, ну, то есть, возможно, теоретически два варианта, первый, популярная революция, второй вариант, элитный заговор. Теория, это различные варианты, на практике они часто взаимодополняют друг друга, иногда элиты начинают первые, потом народ присоединяется, иногда, наоборот, начинается популярный протест, который вдруг, почему-то, в какой-то момент поддерживают элиты, и в том числе силовики, и не все, а, ну, часть их какая-то, вот. Значит, возможен вариант реформ, возможен вариант, опять же, вот этой революции, либо элитной, либо, ну, то есть, свержения силового, да, либо элитного, с преобладающей долей элит, либо с преобладающей долей популярного протеста. Значит, то есть, теоретически, несколько разных вариантов, возможно. На практике, я все-таки думаю, что, скорее всего, кризис разразится, знаете, не из-за того, что какие-то элиты, прямо вот реально, физически решат свергнуть Путина, нет, это будет что-то вроде того, что случилось в случае с Пригожиным. Это будет конфликт по поводу того, каким путем идти, чтобы удержать власть. Уже сейчас там есть достаточно серьезные противоречия между лагерем, давайте условно говоря, его назовем, экспансионистов, сторонников экспансии. Я, наверное, отчасти у вас эту тему уже затрагивал, если буду повторяться, ты хоть меня прерывай, сторонники экспансии, люди, которые считают, это в первую очередь патрес их с Сеченом, которые считают, что, ну, так сказать, раз начали воевать, надо воевать по полной программе. Вот. И есть сторонники, такие вот противники экспансии, да, их большинство. Это люди, которые, элиты, которые считают, что, ну, как бы, раз начали воевать, то, конечно, надо воевать. То есть, надо понимать, что сторонников мира, там, так сказать, в российских элитах, вот в чистом виде, в таком виде, как, например, там их нет, ну тайные они есть, на практике, конечно, никто из них с Путиным не спорит, раз Путин войну начал, то все правильно, просто вопрос, что дальше делать, и дальше вот их пути расходятся, то есть они в целом все одобряют, но что делать дальше, их пути расходятся, Патрушев с Сеченом говорят, значит, надо мобилизацию, значит, милитаризацию экономики, национализацию, надо максимальные репрессии, на что им противники, сторонники деэскалации, они говорят, не, слушайте, это не популярные шаги, вот мобилизация перед выборами нельзя, тогда Патрушев с компанией говорят, тогда к черту ваши выборы, что вы, какую демократию придумали, в демократию играете во время войны, с ума что ли сошли, отменяйте выборы, давайте вводим военное положение, кто дернется, все в подлавку, значит, на шконку, и все, значит, и нечего тут огород городить, вот, противники эскалации, надо опять же понимать, Игорь, что они против не потому, что они такие, знаете, добренькие, да, вот лидер их лагеря, банкир Ковальчук со своим протеже Кириенко, вот, они не потому, что они такие, вот, знаете, гуманисты такие, пацифисты, нет, просто они же понимают, что если пойдет по хардкорному, жесткому все сценарию, то банковать везде будут силовики, а силовым ресурсом они управляют по минимуму, у них тоже есть на самом деле свои силовики, причем, ну, влиятельные, Нарышкин на их стороне, потом первый замдиректор ФСБ Королев на их стороне, вот, но это все равно меньшинство, большую часть силового ресурса контролирует, вот, противоположная группировка, группировка экспансионистов, экспансионистов, и если выборов не будет, если все задачи политического управления будут решаться исключительно за счет штыков, за счет репрессий, то тогда эти ребята, политические менеджеры, так сказать, медийные менеджеры вообще становятся не нужны. Какое общественное мнение, если выборов нет? Да плевать, что там народ думает, да? И, соответственно, тогда, ну, все решения начинают принимать силовики, и это не устраивает этих ребят, потому что они просто садиться не хотят, силовики же их пересажают, все помнят главный урок 37-го года. В какой-то момент репрессии сначала разбираются с оппозицией, а потом, когда оппозиции не остается, пересажают быстро, так за них же возьмутся, за вчерашних тех, кто критиковал этот вариант, да, перерожденцы, значит, оппортунисты, английские шпионы. Вот готовая схема уже. Им этого, вот этим дисковационистам, им этого не хочется, да, и поэтому они с этим, так сказать, спорят. Короче, мой сценарий вот такой, это будет примерно как в 91-м году. В какой-то момент консерваторы, не удовлетворенные общим направлением движения, которое, как им казалось, ведет их к коллапсу, они совершают вот то, что совершили в 91-м году вот эти вот ребята. Вот так же, как Пригожин сбунтовался, да, со словами всеобщая милитаризация, всеобщая мобилизация, закрыть YouTube, там, мобилизация экономики, вспомните, к чему он призывал. Он, по сути, призывал вот к тому, за что сейчас борется Патрушев с Сеченом. Вот. И вот они тоже, как в августе 91-го года, попытаются, ну, то есть решают, что Путин уже в достаточной степени от них зависит, что он нерешительный, состарился. Да, и они не то, что попытаются его свергнуть, они, допустим, кого-то из этого лагеря попытаются арестовать. Как, например, кстати, Корзаков с Барсуковым сделали в 96-м году, они тоже призывали отменить выборы, да, дескать, сейчас проиграем Зюганову, и все, кранты нам всем. Поэтому давайте вводим в червячайное положение, отменяем выборы, нечего тут демократию играть. Вот же это Корзаков, Барсуков, Сосковец, к чему они шли. А мне арестовали сотрудника избирательного штаба, двух человек, сотрудника избирательного штаба Чубайса. Вот, и все, и Ельцин, значит, их уволил, да, и сделал выбор вот в ту сторону, в сторону Чубайса, и вот, и говоря нынешним языком, вот тех, кого я называю дисполационистов, условно говоря, Кольчуке. То есть эти люди попытаются действовать, игнорируя Путина, вот, и тут со словами вот эти Кольчуке, там, Кириенко, и, на самом деле, повторюсь, это подавляющее большинство государственного аппарата. Их этот вариант восстания этих людей, к тому же не санкционированное Путиным, их не удовлетворит, да, и они начнут там, условно говоря, там, броситься в парламент, броситься в медиа, и самое главное, в какой-то момент они привлекут на свою сторону улицу. Потому что это тоже, а улица это тоже политическая сила. Собственно говоря, так революция и происходит. Никогда ни одна революция в истории еще не удавалась, если какая-то часть элит не считала выгодным заигрывать с улицей, да, использовать улицу в своих интересах. Революции удаются только тогда, когда элиты раскалываются, и какая-то часть элит хардкорная движется в направлении, значит, вот, завинчивания гаек максимального, да. А другая часть элит не удовлетворенная вот этим путем в направлении закручивания гаек, поскольку сидеть не хочет, привлекает на свою сторону улицу. Вот главный сценарий революции. Я думаю, что-то такое у нас случится. Спасибо, что мы вот проговариваем такие вещи. Спасибо, до свидания. Нагадаю, с нами был Абаз Галямов, поделить технолог. Продолжение следует...